У Министерства внутренних дел по Чувашии появилась собственная ДНК-лаборатория. Высокотехнологичные исследования больше не придется заказывать в других регионах, что существенно сократит сроки раскрытия преступлений. Есть очки специальные, которые способствуют обнаружению, так скажем, невидимого. Здесь в этом стикере вырезанном имеется немного слюны. Вы ее сейчас видите? Нет. А если одеть очки, то разглядеть ее представляется возможным. Собирать биологические следы с мест преступлений начали в конце 80-х годов прошлого века в нескольких странах, в том числе и в Советском Союзе. Однако геномная база была создана позже, в начале 2000-х. Первая же ДНК-лаборатория появилась у московской полиции три года назад. А сегодня она есть и в Чувашии. За последние пять лет количество лабораторий увеличилось на сегодняшний день до 62-х. Это 62-я лаборатория. Еще в этом году будут открыты четыре. В следующем году еще планируется четыре лаборатории. То есть к концу 2018 года будет 70 лабораторий. Одна в ЭКЦ МВД России и в 69 субъектах Российской Федерации. Уже упоминалась федеральная база данных геномной информации сегодня. Упоминалась возможность обмена данной информации по защищенным каналам связи, поскольку так необходимо. Без такой лаборатории вообще на сегодняшний день работать нельзя. Новая лаборатория оснащена по последнему слову техникой. Ее создание обошлось в 50 миллионов рублей, которые выделили из федерального бюджета. Оборудование двух видов – стационарное и переносное. До недавнего времени ДНК-исследования приходилось заказывать в Казани. Это по фактору времени на самом деле быстро не получалось. В определенных случаях, наверное, и качество страдало. Сейчас, на сегодняшний день, эффективное взаимодействие позволит качественно выявлять эти объекты и привлекать преступника к ответственности. Сегодня ДНК-лаборатория – структурное подразделение экспертно-криминалистического центра МВД. Работают здесь свои же сотрудники, прошедшие специальную подготовку. Сергей Лисицын, криминалист с 20-летним стажем, признается, его мечта сбылась. Это приборы, которые позволяют это работать. Это мечта, наверное, всей жизни осуществляется. Чувствуете, наверное, людей, которые окрыленные летают. Вот у меня с открытием этой лаборатории действительно эта мечта осуществилась. В такой современной лаборатории европейского уровня, может быть, даже мирового уровня, действительно, мы работать будем. Но каким бы интересным ни был процесс, результат полицейским важнее. ДНК-анализ сегодня – самый информативный и достоверный способ установить личность. А значит, подписывая заключение, криминалисты могут спать спокойно. Виновные не уйдут от наказания, а невиновные будут оправданы. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.